Добрый вечер! Сегодня мы с вами поговорим о последнем представителе династии Тюдоров, королеве Елизавете. 17 ноября 1558 года Елизавета торжественно входит в Лондон в качестве королевы Англии. И вошедству Елизаветы на английский престол народ воспринял, ну, с почти единодушной радостью. Все же, каким облегчением было после многолетнего страха перед испанской тиранией в лице Филиппа II приветствовать королеву, свободную от каких-либо чужестранных связей. Ни один государь не был столь чистокровно английским, то есть через своего отца Генриха VIII Елизавета происходило от традиционных королей через свою мать от джентльменов страны. И Елизавета добавила к этому, по крайней мере, на начальных этапах своего управления, еще некое такое заигрывание со своими подданными, со своим парламентом, что она такая чистая, непорочная, она, как ее известное выражение, что «мне не нужен муж, я женат, замужем за Англией», но достаточно красноречиво показывает, что государственные интересы, по всей видимости, для нее стояли превыше всего, и она опасалась влияния своего будущего мужа на политику, собственно, своей же страны. Если приводить аналогию с другими европейскими державами, то, например, Людовик XIV имел под своим началом многочисленную армию, то у Елизаветы, как и у ее отца, и у ее деда, была только небольшая личная гвардия, столь же слабая, что малейшее ополчение лондонского сити могло бы ее разгромить. Елизавета была сильна потому, что была любима, или, по крайней мере, ее предпочитали иным кандидатам, например, Мария Стюарт. Первое, одно из первых, что Елизавета пыталась исправить в сложившейся ситуации внутренней политики Англии, так это как-то успокоить религиозный вопрос. Ее отец порвал с Римом, основал собственную англиканскую церковь. Старшая дочь Генриха Мария Тюдор, почему она кровавая, потому что нещадно жгла протестантов, Елизавета постаралась, опять же, используя излюбленную для нее политику лаврирования между, так скажем, двумя крайностями, она не преследовала католиков, по крайней мере, в первые годы правления. В конечном итоге, Папа Римский в 1571 году придает ее анафеме. Что это значит для Елизаветы и для мира в целом? Это означает, что Папа Римский, он снимает ответственность перед, в данном случае, если мы говорим о Елизавете, английскими подданными, ее подданными, за такие действия, как, например, убийство, заговор какой-то против монаха, королевы. И это и создавало опасный прецедент, действительно, что какой-нибудь рьяный католик просто где-то во время ежегодных, так скажем, поездок по Англии, она любила каждый год объезжать свои владения, показывая, что она с народом. Так вот, во время одной из таких поездок она могла бы очень сильно пострадать от такого фанатика. И Мария Стюарт родилась в 1542 году. Вот вы видите ее родителей, это Яков Пятый и Мария Дегис. Яков Пятый умрет спустя пять дней после рождения Марии. В конечном итоге ее мать отправит Марию Стюарт во Францию на обучение. Мария выйдет замуж за дофина Франции, Франциска Второго. Но, так скажем, не только песенка играла, и Франциска Второй тоже умирает от инфекционной болезни. Что-то с ушами было. И после смерти мужа, достаточно юная, Мария Стюарт, ей на тот момент было 18-19 лет, она пыталась выйти за Карла IX, следующего короля Франции. Но Екатерина Медичи не позволила случиться этому. И в итоге 15 августа 1561 года Мария покидает Францию, казалось бы, навсегда. И прибывает в Шотландию, на, так скажем, родную землю своего, так скажем, полноправного королевства, неоспоримого. Ну, наверное, важно сказать, опять же, что отношения между Елизаветой и Марией были, так скажем, очень странными. Елизавета при любом удобном случае пыталась между послами других государств, например, в Венецианском. При Венецианском после она все время пыталась себя выставить в более лучшем свете, чем Марию. То есть, она, Елизавета, любила себя показать, какая она такая хорошенькая, такая умница-красавица, как она умеет играть на лютне, и спрашивала в то же время, а умеет ли такое делать. Ну, так же делать, превосходно играть на лютне, например, Мария Шотландская, Мария Стюарт, или танцевать перед шотландцами. Вот Мария умеет, а я умею, отвечала, собственно, Елизавета. И, ну, не сказать это, что прям цирк, скорее ревность к своей кузине, которую она неоднократно пыталась наставлять, не сказать, что на праведный путь, но на более, так скажем, выгодную для себя позицию. То есть, известен тот случай, когда она, Елизавета пыталась устроить брак Марии Стюарт и Роберту Дадли. С Робертом Дадли, графом Лестером, даже подкупала Марию тем, что вот ты выйдешь за Роберта и будешь жить в Лондоне, и я объявлю тебя наследницей, и, говорится, только выйди. Но Мария, так скажем, отказалась от этого щедрого предложения. По сути, была оскорблена Мария, потому что Роберт Дадли был достаточно известным фаворитом Елизаветы. Но она и останется до конца жизни ее, наверное, главной любовью. И вот эта вот конфронтация усугублялась для Марии еще тем, что в самой Шотландии было достаточно неспокойно. Например, католики, шотландские католики ее приняли, а протестанты отвергли ее. Отношение между Елизаветой и Марией также портило то, что Мария не переставала себя на официальных приемах именовать себя королевой Англией, что очень раздражало Елизавету. И вот это вот, так скажем, наигранное легкомыслие, а на самом деле это было всего лишь изящным прикрытием. Елизавета ни в какую не могла согласиться с тем, чтобы королева Шотландии именовала себя королевой Англии и также не могла согласиться и принять то, чтобы в ее гербе, в ее гербе страны соединились гербы обоих королевств Англии и Шотландии. По иронии судьбы, однажды такое случится, в частности, сын Марии Стюарт, Яков VI, он также известен как Яков I Стюарт, как король Англии, король Шотландии. И в жизни Марии Стюарт случается просто череда несчастий, которые, собственно, она сама позволила этому случиться. В том плане, что в 1567 году в результате взрыва особняка Кирков Филд отец Якова Стюарта, он больше короля Англии и Шотландии. Соответственно, муж Марии Стюарта, он погибает. Мария, так скажем, чудом осталась жива, подозревает, на самом деле, что она знала об этом, что взрыв, планируется убийство ее ненавистного мужа. И все бы ничего, если Мария Стюарт не вышла за предполагаемого убийцу своего мужа. И спустя три месяца она выходит замуж за Боссуэлла. И если, так скажем, инцидент со взрывом, в результате которого погибает король, против Марии Стюарта поднимается восстание, шотландцев, недовольных, собственно, поведением своей королевы, как-то так короля убили насильственно. И она буквально через три месяца выходит замуж за предполагаемого убийцу короля. И что интересно, Боссуэлл, предполагаемый убийца после короткой борьбы с восставшими, трусливо бежал, а Марию доставили пленницей в Эдинбург, солдаты, кричавшие сжечь потаскуху. Общество с кальвинистскими веяниями достаточно строго относилось к супружеской неверности. И она была не сложена в пользу своего сына Якова Шестого, еще шотландского. Она наверняка была казнена собственными понтенами, если бы не Елизавета, которая вступила за нее. Елизавета боялась, что шотландский пример обезглавливания королевы подаст пример ее собственным подданным. И она решила защитить свою кузину. Елизавета решила держать ее в качестве пленницы. И на самом деле нельзя упрекать в этом Елизавету в том плане, что Мария, даже находясь под так скажем современным языком юрисдикцией, эта несчастная королева Шотландии продолжала участвовать во всевозможных интригах. И количество заговоров, которых участником которых была Мария, заставляет восхищаться снисходительностью Елизаветы. Когда в 1587 война с Испанией казалась уже близко, она вот-вот так скажем постучится в дверь. По наставлению того же Олсингема сейчас бы назвали так скажем разведчик, главный разведчик Англии. По сути, он координировал шпионскую деятельность королевы Англии. И по мысли самого Олсингем, прежде чем ввязаться в противостояние, активное противостояние с Испанией, требовалось устранить источники внутренней опасности, каким без сомнения являлась Мария Шотландская. И на самом деле тут все закрутилось завертелось. Так скажем, подкупили агента провокатора, который взялся завлечь Марию в ловушку и она так скажем отдалась этому с головой. Какой-то странный каламбур получился, но в итоге создалась такая легенда для Марии что группа молодых людей замыслила убить Елизавету и их предводитель написал Марии письмо, в котором объявлял об готовящемся убийстве королевы и так скажем спрашивал ее мнение на этот счет. Естественно Мария согласилась и письмо было перехвачено и враги Марии с беспокойством ждали ее ответа. Естественно он последовал утвердителен благо одобрительно. собственно Мария не только одобрила саму идею убийства королевы но и даже дала совет убийцам как это лучше сделать. И Уолсингем собственно торжествовал что его так скажем злодейский план удался. Ну не такой злодейский опять же он служил в первую очередь своей королеве Елизавете провокация против Марии это один из шагов к достижению благополучия окончательного для Елизаветы так для Англии в целом. Вообще поведение Марии на протяжении всей ее жизни оценивали достаточно отрицательно даже ее родной сын Яков не забыл что смерть матери обеспечит ему трон английский шотландский то уже у него был и вот как он отреагировал на сообщение о потенциальном собственно обезглавливании собственной матери Моя религия всегда заставляла меня осуждать ее поведение хотя честь принуждает меня защищать ее жизнь и даже при таких условиях казалось бы направлено все было направлено против Марии Шотландской Елизавета все еще колебалась подписывать не подписывать милосердие какому чувству Елизавета в тот момент подчинялась когда решала подписать смертный приговор или помиловать это было истинное милосердие или все же отвращение перед этим поступком замарать себя кровью монарха как считалось что все монархи Европы друг друга братья и сестры по крови отчасти так оно и было династические браки все дела и наконец она подписала приказ о смертной казни Марии Стюарт и палачу на самом деле понадобилось три удара топором чтобы отрубить эту голову 8 февраля 1587 года и трагедии молодых лет Марии Стюарт были забыты и в глазах католиков она стала святой почему наверное за давностью лет все-таки по прошествии 19 лет что католический мир что папа римский как-то позабыли с какими целями изначально Мария Стюарт прибыла в Англию укрываясь от собственных подданных обвиненная в убийстве собственного мужа однако это этот эксц послужил символом для вторжения в Англию испанской армады но наверное стоит немного так скажем сделать откат назад в том плане что естественно естественно один только повод для как один только повод как убийство Марии Стюарт не был основной причиной для вторжения в Англию страны испанцев здесь был более прагматичный так скажем резон вернемся назад примерно к 70-м годам 16-го века и поговорим о том как Англия становилась еще не стала но становилась великой владычество владычество Марии как уже было упомянуто Англия на протяжении большей своей истории не располагала большими частями большими частями армейских подразделений по большей части армия Англии сухопутная армия Англии состояла из народного ополчения однако начиная с Генриха седьмого Тюдора деда Елизаветы Англия активно становилась на наверное на рельсы мореплавания будет звучать очень странно тем не менее она активно Англия активно развивала свой флот так например если Генрих седьмой активно упорствовал на активно делал упор на строительство верфей торгового флота Генрих восьмой начал уже закладывать военные корабли то окончательно флот Англии преобразовался и расцвел при Елизавете Тюдор и когда европейские мореплаватели пытались пробиться к заветным пряностям в заветную Индию сквозь исламскую преграду насколько мы помним в 1453 году упал Константинополь под натиском турок и основной поток тех кошерных вещей в виде шелка пряностей жемчуга всех благ со стороны Индии Малокских островов Индонезии и как писали это первое плавание сделало его богатейшим человеком в примуте откуда он был родом второй богатейшим человеком в Англии и совершая третье путешествие первое было чуть раньше чем в 1562 году он как раз вот первый раз попробовал собственно заработать перепродажей гвинистских рабов на испанских Канарских островах а вот уже третье путешествие он зашел чтобы пополнить свои припасы на корабле в испанский порт Сан-Хуан-де-Уло и пока он там был прибыл испанский флот Хоукинс естественно своими силами не мог он быть отпор столь грозному противнику наверное не будет преуменьшением сказать что испанская армада действительно была одной на тот момент одной самой сильной флотилией в мире по крайней мере среди европейских государств и Хоукинс пытался заключить полюбовное соглашение вы меня как бы пропускаете пропускаете разойдемся с миром но испанский вице-король повел себя с ним как с врагом и по возвращении Хоукинс пожаловался Елизавете наверное в надежде получить это каперское свидетельство и Елизавета и ее совет торжественно объявили что он был неправ поступив так с испанскими кораблями оставшись их ограбить и Елизавета и ее совет считали что официально считали что необходимо с уважением относиться к испанским владениям и если моряки нарушают договоры то пусть это делают на свой страх и риск на самом деле Елизавета негласно так скажем официально делаю одно а пока никто не въед делаю другое в этом случае Елизавета успешно умело опять же упоминая ее так скажем козырь в период всего ее правления как внутренне на внутреннюю арену так и на внешнюю умение лаврировать умение льстить и так скажем стараться избегать прямого противостояния но косвенно поддерживая как вот допустим с английским пиратами каперами поддерживая последних и после того как Елизавета отчитала официально опять же отчитала нерадимого Хоукинса она приняла к себе на службу с большими похвалами и сделала его казначеем флота которому он и передал свой опыт но нет никаких сомнений что испанская флотилия сохраняла бы дальше свой доминирующее свое сохраняла свое доминирующее положение если бы не такой персонаж как Фрэнсис Дрейк ну в отличие от Хоукинса этот персонаж вообще так скажем был с орвиголовой как бы так по цензурнее это сказать ну не долбанутым но пылким целеустремленным горячим на действие голову на самом деле если так подумать что во времена как раз возрождения 16 век другие просто не выживали и Фрэнсис Дрейк действительно был легендарным моряком отважным до безрассудства способным приговорить к смерти одного своих помощников как например по пути на обратном пути после удачного ограбления испанской армад испанского поселения в Перу обогнув вслед за Магелланом весь земной шар он добрая часть своей команды приговорит к той или иной смертной казни но на самом деле если опять же как я уже говорил Хоукинс безуспешно пытался наладить торговлю с испанскими колониями легальную торговлю то Дрейк сделал ставку на именно незаконность с двумя кораблями и полусотни людей он открывал мощнейшие крепости испанцев и воскресенье как говорят час проповеди английскую церковь во времена Елизаветы требовалось посещать обязательно это было так скажем проявление лояльности королеве королеве час проповеди он Дрейк привел в Плимут свой маленький корабль с грузом золота и моряки Плимута не смогли удержаться и вывалили из церкви вывалили чтобы узнать новости оказалось что Дрейк высадился на Дорньерском перешейке открывал караван привозивший на ста мулах золото из перу рассеял военные скворт и захватил собственно это этот груз и это приключение срыви головы эпохи ренессанса втайне очаровало Елизавету и в 1577 году Дрейк отправился уже на золотой лани это название корабля в большое плавание предполагая совершить кругосветное путешествие через Магелланов Провелиев и Индию и экспедиция была предпринята за счет многих компаньонов в числе которых была сама Елизавета в 1577 году Дрейк отправился на золотой лани название корабля первый корабль с которым он собственно вернулся в Плимут назывался Пеликан второй это золотая лань и он отправился в большое плавание предполагая совершить кругосветное путешествие через Магелланов пролив собственно от пролив Дрейка понимаете почему имеет такое название и эта экспедиция была предпринята за счет многих компаньонов в том числе которых в числе которых была и сама Елизавета продолжившая официально порицать нападение в мирное время на дружественную державу Испанию но тем не менее собиралась твердо потребовать по возвращении Дрейка свою часть прибыли и на сей раз флотилия Дрейка была вооружена пушками и насчитывала уже несколько сотен человек он считал что этого достаточно чтобы атаковать те острова и порты где Испания располагала всего одной крепостью прибытие флотилии Дрейка на самом деле удивило испанских губернаторов которые абсолютно не ожидали увидеть этого нахального гражданина рассчитывая на мощь своего непобедимого флота армады и прибытие флотилии Дрейка как говорю удивило испанских губернаторов а англичане требовали выкуп и грозили сжечь прибрежные города но это было лишь второстепенная выгода настоящей же целью Дрейка было обнаружить как раз флот который каждый год доставал доставлял из этого полумифического Эльдорадо золото и серебро к берегам Иберийского полуострова Некий индейц плывший через бухту на пироги не способный отличить испанца от англичанина как они все равно не говорят на каких-то чужих для индейцев языках показал принял Дрейка за одного из своих господ и указал место где стояла на якоре флагманская галера доверху загруженная золотом и Дрейку оставалось всего только перегрузить сундуки к себе на борт и потом переплыв через индийский океан обогнув мыс Доброй Надежды он в 1580 году вернулся в Англию с добычей примерно в 327 тысяч фунтов это примерно 400 миллионов современных фунтов и надо сказать что насколько было прибыльным это предприятие вообще предприятие в целом подобного рода затраты превосходили точнее так доходы превосходили затраты на экспедицию практически в 40-50 раз допустим эта компания принесла прибыль по слухам до 4700 процентов с капиталов которые доверили Дрейку то есть 47 раз окупилось это мероприятие и когда в Испании узнали об этом подвиге Дрейка это всклыхнуло волну ярости против моряков Англии и послу Испании в Лондоне было поручено заявить протест Елизавета ответила что ничего не знала конечно об этом деле что она конечно будет последней кто потерпит это неосмотрительные нападения на владение опять же своего возлюбленного брата в общем продолжала играть продолжался театр одного актера актрисы достаточно умелый но тем не менее Филипп второй не оценил этого потому что был достаточно упрям и несмотря на ущерб причиненный Дрейком в Кадисе надо сказать что Филипп приказал чтобы в Кадисе один из портов городов Испании для нападения на Англию снарядили так называемую непобедимую армаду и Дрейк с неслышанной так Филипп приказал чтобы в Кадисе для нападения на Англию снарядили непобедимую армаду и собственно в отмеску за нападение и бщинство английских пиратов но Дрейк настолько опять же не сказать что отбитый безбашенный скорее он обогнул Испанию добрался непосредственно до Кадиса это вот примерно район Гебраутар и Дрейк сжег эту часть строящихся кораблей и за несколько минут какая-то галера с тысячелетними традициями плавания в Средиземном море оказалась обречена проиграв какому-то паруснику но Филипп был достаточно упрям в своих намерениях действиях и несмотря на причиненный Дрейком ущерб Кадисе как любили говорить в то время что Дрейк подпалил королю испанскую испанскому королю его бороду спустя год в 1588 году восстановленная уже армада была готова 130 огроменных испанских кораблей 130 огромных испанских кораблей направились так скажем свергать ненавистную дьявольскую женщину в платье женщину в платье хорошо сказать дьявола на троне Елизавету Тюдор но как это сделать грамотно испанцы на самом деле подготовили грандиозный и на самом деле изобретательный план Александр Форнезе герцог Пармский командовал испанскими войсками в Нидерландах надо сказать что Нидерланды точнее северно-европейские владения габбургских монахов испытывали достаточно интересные трудности в виде сепаратных территорий сепаратных территорий в виде соединенных провинций будущих и герцог Пармский командовший испанскими войсками в Нидерландах должен был подготовить 30-тысячный десантный корпус для высадки в Англию но поскольку погруженная на флот пехота была беззащитна и требовалось оградить ее место приправы прибывшими из Испании боевыми кораблями готовыми остановить любое неприятельское нашествие и во главе армады во главе армады которая привязала из Испании еще 30 тысяч других солдат был поставлен большой вельможа герцог Медина Сидония выдающийся солдат но не разбиравшихся в мастских делах и 28 июля 1588 года армада вышла таки в море и предполагалось опять же пройти в Паламаншу к Фландрии чтобы забрать оттуда корпус Пармского для дальнейшего для дальнейшей высадки на территорию Англии и Елизавета могла в свою очередь противопоставить этой пехоте лишь народное ополчение Чарльз Горвард командующий английским флотом у которого под началом были и Хоукинс и Дрейк собрал флот из 34 боевых кораблей построенных для Елизаветы Хоукинсом достаточно мощно вооруженных и более вытянутых и низких нежели корабли допустим ее отца Генриха Восьмого но и в довесок к этим 34 кораблям предполагалось использовать 150 кораблей торговых снабженных пушечными портами и большой испанский флот прибыл к Плимату строим который напоминал построение сухопутной армии опять же если поставить во главу флота командующего сухопутной армии он естественно будет так скажем опираться на опыт сухопутного взаимодействия герцог Медина Сидония рассчитывал по тогдашнему обыкновению превратить морскую битву в пехотное сражение на этом делался упор что испанцы все-таки сойдут на английский берег и уже были подготовлены абордажные крючья и непобедимая испанская пехота уже была готова собственно высадиться уже была готова высадиться когда увидела корабли Франсиса Дрейка и корабли Дрейка и Хоукинса шли гуськом на таком расстоянии чтобы никакое орудие не могло их задеть в чем трагедия так скажем испанского флота и преимущество над ним английского в том что испанские галеры несмотря на свое устрашающее действительно внешний вид воздействия которое они оказывали даже психологическое давление на находящихся вне этих галер они были неповоротными ввиду своих габаритов в то время как корабли Дрейка Хоукинса и вообще английская эскадра была достаточно маневренной маневренной в общем более юркой способной в случае чего быстро перестроиться и тут началась на самом деле трагедия для испанского флота потому что опять же стрелять из корабельных пушек это конечно хорошо но опять вопрос маневренности это все-таки ключевое на море и англичане открыли огонь и доочаявшись но совершенно бессильного медины Седонии дошло что дальнобойность английских пушек позволяет им преспокойно обстреливать его а он сам не имеет никакой возможности ответить опять же ввиду недостаточной поворотливости ушлости своих судов ему оставалось только прервать битву что он сделал как смог приблизившись к Нидерландам и войска герцога Пармского и к войскам герцога Пармского и исход действительно битвы еще решило помимо количества и качества пушек на кораблях размеров этих кораблей английских кораблей сильный ветер разметавший испанскую флотилию по берегам Нидерландов и скажем судьбу испанской флотилии ненастия в виде погодных изменений бури окончательно добило испанскую флотилию и вопрос куда плыть для испанцев Швецию Шотландию Ирандию куда действительно плыть спасая остатки своего флота Керцог выбрал Ирландию католическую страну где он по крайней мере мог надеяться пристать чтобы пополнить свои запасы продовольствия еды и прочего и в целом быть в относительной безопасности так как Шотландия конечно тоже католическая страна но как и англичане шотландцы не брезговали так скажем поживиться за так скажем счет трагедии испанского флота обгатиться подбирая какие-то вещи на на обломках испанских кораблей и опять же рассеянный ветром ограбленный приближенными жителями флот который еще неделю назад был непобедимой армадой оказался во власти волос волн и скал и из 150 кораблей в Испанию в итоге вернулось едва ли полусотни и из 30 тысяч солдат вернулось только 10 тысяч и благодаря вот это вот победе маленького но не сказать маленького но все же гордого острова под названием Великобритания над грозным противником ускорило крах Испанской империи доминировавшей на территории Атлантики да наверное всех морей и океанов на протяжении практически столетий и наверное заканчивать надо с флотилии и перейти к самому интересному наверное становлению величия британской империи будущей ну а пока просто Англии кто заложил ее основы ну наверное не будет преувеличением то что я скажу если Елизавета умела на протяжении всей своей жизни выбирать грамотно выбирать своих приближенных одним из ключевых приближенных был Уильямс Сесил один из ключевых министров собственно под влиянием которого она проводила свою политику в части в отношении Марии Стюарт Роберт Дадли Роберт Дадли где же ты Роберт вот Роберт Дадли граф Лестер которого пророчили в потенциальные мужья Елизавете так как со времен опалы во времена Марии Тюдор Кровавой Мэри находясь в Тауре Елизавета тесно общалась с Робертом Дадли и продолжала общение что интересно в итоге Роберт Дадли поженился у него была жена но тем не менее Елизавета его не отпускала от себя просила так скажем держаться его поближе ко двору с этой же целью она пыталась Елизавета пыталась выдать Дадли за Марию Стюарт под предлогом для Марии это бы означало что в случае смерти Елизаветы по разным причинам Мария бы становилась извините Мария бы становилась ее наследницей а Роберт тем не менее мог бы все время находиться при дворе на самом деле насчет личной жизни Елизаветы ходит достаточно много легенд суеверий начиная от того что она действительно никогда не женилась не женилась она на самом деле что это на самом деле только ли платоническая любовь или что-то большее но к сожалению мы это до конца достоверно не узнаем однако возвращаясь собственно к Дадли сама вот эта проблема женить бы Роберт Дадли был уже женат на самом деле у него была жена почвите больная и даже сам Роберт Дадли граф Лестер так вскользь упоминал я бы на вас мог бы жениться о моя королева но у меня уже есть жена почвите больная вот если с ней что-то случится то как говорится можем обсудить сказано сделано неожиданно жена первая жена Дадли падает так удачно с лестницы что ломает себе шею естественно подозревают кого-кого Елизавета в качестве но такого негласного главного обвиняемого точнее так скажу как можно обвинить королев в этом плане в совершении преступления скажем так Елизавете было крайне выгодно что жена столь любимого фаворита действительно любимого обожаемого ею так трагично уходит из жизни и это открывает ей для это ей открывает потенциальную возможность для дальнейшего собственно брака ну естественно в таких условиях что у них уже какие-то подозрения какие-то недомолвки что-то было там нечисто в этом удивительно странном несчастном случае с лестницей точнее с женой первой женой Дадли в итоге свадьба потенциальная свадьба не состоялась следующий скажем наш кандидат на рассмотрение не столько как жених сколько целом полезный фаворит для Елизаветы это сэр Уолтер Рейли он фактически можно сказать заложил основу британского колониального успеха основав первые колонии на территории Северной Америки известная колония Руанок от которой буквально ничего не осталось неизвестна ее судьба в том плане что случилось с ее обитателями в 1585 году Рейли снаряжает экспедицию для заселения территории Северной Америки но зачем это было нужно территории Северной Америки заселять чтобы было удобнее для английских каперов пиратов грабить испанские суда проходившие через Атлантику здесь достаточно холодно малолюдно в Сочи каких-то недомолвок или каких-то странных мероприятий странных мероприятий в общем не будет никаких вопросов лишних можно сказать идеальное место для пополнения припасов воды и в целом можно даже торговать с местными племенами индейскими допустим пушниной о пушнине чуть позже поговорим насколько любовь к пушнине и зверькам может привести Англию да и вообще европейские страны до каких действий и так вот в 1585 году здесь основывается колония Оланок на несколько лет она забывается в том плане что начинается активная фаза войны с Испанией и спустя два года уже с новыми кораблями новыми припасами для первой экспедиции еще как говорится набрали других людей готовых заселиться на территории этой колонии она была где-то здесь по карте смотреть небольшое поселение и по прибытии поселение оказалось заброшено ни индейцев ни местных жителей не было обнаружено в итоге и на заборе чистоко или на заборе было выцарпано только кро что это значит не удалось выяснить однако неудачами Релли не ограничился он считается одним из основателей более глобальной колонии это Вирджиния Виргиния названная в честь Елизаветы также считается что если не Релли лично то один из его слуг завез в Европу картофель и табак но тем не менее сам Релли был среди первых закуривших европейцев он вел эту новую моду предлагая своим друзьям маленькие трубки с серебряной головкой ну и впоследствии это была торговля табаком была хорошей статьей доходов для английской казны больше о деятельности Релли я наверное буду рассказывать на следующем стриме когда мы будем разбирать династию стюартов и там тоже будет о чем рассказать в этом плане но пик карьеры от Релли пришел как раз на период правления Елизаветы Тюдор еще один еще одно направление куда стремился английский купец как мелкий купец в частности так как государство государство в целом так это к освоению новых торговых путей я уже говорил о том как испанцы и португальцы но по большей части испанцы держали в страхе всю Европу своими кораблями не позволяя вести активную торговлю со своими же испанскими колониями англичане поразмыслив предположили вполне разумно для того времени если допустим испанцы плыли на запад приплыли в условную Индию португальцы плыли на восток обогнув Африку тоже наткнулись на Индию то может быть существовал проход в эту заветную Индию Индия была в тот момент опять же говорю своеобразным Эльдорадом своеобразным Эльдорадо городом настоящим вот эти легенды об Эльдорадо несметных богатствах в общем в попытках найти северный проход в на территорию заветных островов пряности так скажем это современной Индонезии но опять же за пряностями за шелками за благовониями за всем чем угодно все что стоило очень больших денег в частности опять же приправы там гвоздика как один из современников писал из-за гвоздики было пролито больше крови чем за династические споры и действительно так вот в 1553 году еще когда Эдуард VI был жив Ричард Чернслер на одном из трех своих кораблей добирался добрался до Астрахани не менее мистической чем Эльдорадо по тем временам Московии Тартарии как только не называли Московское царство тогда вплоть до 18 века будут актуальны такие забавные истории травелогии приключения в Москве в Тартарию и тому подобное ну ладно я не об этом и добирается такие Чернслер до Астрахани где устраивает где устраивает дипломатические связи с московским государством в части добирается до Москвы и в 1555 году по возвращению уже в Лондон был назначен послом в саму эту Московию в Лондон была направлена делегация в лице Осипа Ивановича Непеи и документ как собственно велось производство дел производства документы составлялись на греческом итальянском и польских языках вот таким образом английские и московские русские купцы договаривались о торговле в частности англичан интересовало по большей части пушнина что интересно русские московские московские наверное выпускать в общем ремесленники обладали таким секретным действительно способом выделки бобровых шкурок которые позволяли сохраниться самой структуре этих шкурок не повредив ее этим будут владеть еще племена северной америки но об этом как-нибудь следующий раз зачем нужна бобровая шкурка это в первую очередь так называемые бобровые рубахи но я предполагаю что они служили как рубахи с точки зрения водоотталкивающие вот это непромокаемые свойства бобровой шерсти и вот по большей части в московию англичане добирались в части как перевалочный пункт в персию в каспийское в каспийское море армению и по пути затариваясь еще всякими соболями горностаями бобровыми шкурками опять же в общем пушникой очень любили англичане пушнину вот и если переходи собственно на картине Иван Грозный с посольством с английским посольством беседует и если также говорить о каких-то мемных страницах из российско-английских отношений так это переписка Ивана Грозного с Елизаветой Первой все наверное из школьных из школьной программы помнят что творилось во времена Ивана Четвертого хотя примерно слышали наверное о такой вещи как опричнина земщина вот что-то в этом роде в общем как Елизавета Иван Грозный правил не очень для себя спокойное время и был подвержен мании преследования действительно убийства что боялся что все вокруг пытаются его убить заговорщики отчасти это было оправдано зная его так скажем историю детства вообще историю жизни как он приходил собственно с каким эмоциональным багажом он пришел к власти к власти и одним из фаворит не фаворитов а этих кандидатов на руку Елизаветы Первой был Иван Грозный он планировал в случае он даже заключил договор с Елизаветой что в случае если один из них попадет в какую-то неприятность там не знаю мятеж восстание угроза убийством то Иван сможет переселиться под покровительство Елизаветы не знаю точно насчет того планировали Елизавета переселиться в Московию из Лондона но тем не менее сохранилась переписка Ивана Грозного с Елизаветой и в части известный вот это вот кусочек из письма что не хуже ты такая девка ходишь под мужиками и неразумно правишь и там подобное и на самом деле прожольные такой вольностью английские поданные английские министры послы в части говорили что будь евангелозный например подданным Англии то естественно за такие слова его ждала бы незавидная участь особенно если учитывать то что под конец жизни Елизавета на самом деле уже не так снисходительно относилась к своим подданным обозлилась может в какой-то степени но об этом может чуть позже о завершении Елизаветинской жизни пока еще жизни Елизавета дожила до 70 лет она умрет в 1603 году 24 марта и это возраст весьма преклонный для того времени и несмотря на что она до последних дней отжигала и блистала сияла танцевала флиртовала в общем была молодцом по крайней мере старалась так выглядеть допустим вот на картине вы видите такую аллегорию смерти где смерть ей дышит буквально в затылок и она подвержена меланхолии как-то смотрит на нас каким-то усталым видом но скорее не то что даже усталый может быть даже брошенный вид но так вот насчет брошенности в каком-то аспекте это имеет место такое мнение действительно имеет место быть потому что ее приближенные фавориты друзья людей которыми она дорожила одни за другим в 1590-х годах начинали уходить на тот свет по естественным причинам кто-то по естественным кто-то нет ну в общем так или иначе их на этом свете ничего больше не держало например Уильям Сесил опять же да Уильям Сесил один из ключевых фаворитов Елизаветы который помогал со всеми государственными делами даже как говорили он ей придавал больше стойкости и мужества и вот даже вот этот симбиоз барона Берли то есть Уильяма Сесила и Елизаветы как королевы этот вот союз прям нура с точки зрения деятельности по продуктивности имею ввиду далее 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 тут какие-то ни тем ни личности попадаются а Роберт Дадли который тоже умирает в девяносто первом году не соврать не помню в общем тоже уходит на тот свет Фрэнсис Дрейк ее последнее пожалуй две последних вещи которые Елизавету доконали так скажем до могилы это восстание графа Эссекса абсолютно взбаломоченный избалованный молодой человек который абсолютно баламутный избалованный молодой человек который возомнил себя бог знает чем в том плане что ему доверили армию подавлять чтобы он подавил восстание в Ирландии в 1598 году но он по пути так скажем это все собственно подавление закончилось неудачей и он решил не хуже повернуть остатки своей армии в Лондон что не хуже под предлогом свергнуть и убить любимую королеву я не знаю действительно он так воспринимал это в плане люблю настолько сильно что готов убить как в известной песне или нет но в конечном итоге его отправили на плаху в этом плане на эшафот и кстати небольшая заметка на будущее граф фэксэкс был покровителем одного такого неизвестного персонажа как Уильям Шекспир и тем не менее вот это вот его бахвальство я не знаю даже как точнее назвать но сумасбродство это точно довело его собственно до умерщвления а саму Елизавету до меланхолии депрессии подумайте сами допустим когда вокруг тебя близкие умирают близкие люди которые ты знал всю жизнь а тут еще в 1601 году умирает любимая фаворитка постельничная которая вообще 44 года не хуже при ней была при Елизавете и да действительно какая-то патовая ситуация в этом плане с Елизаветой в том что смерть вот это вот фаворита Эссекса любимой фаворитки также фрейлины если быть точнее действительно оттенила меланхолии последние годы королевы и как я уже говорил она старалась блистать тем не менее внешним видом она пудрилась этими свинцовыми белилами красилась в такие цвета красила свои волосы в такие цвета которых никогда не бывало в привроде как заявляли послы опять же еще украшала себя жемчугами опять же на плечо посмотрите на их уже алмазами рядилась в серебряные золотые ткани парчи и естественно принимала почести от парламента которым дрожила уважала парламент ее тоже уважал это вот именно такой союз монарх с так скажем парламент как представитель народа а король королева в части Елизавета старалась опять же находить поддержку среди йоминов сквайров джентри дворянства титулованного да и обычных подмастерий граждан в общем всех британских английских поданных выживать свое доверие к ней и популярность к ней по максимуму и действительно вот эти вот попытки моложания попытки так скажем зажечь еще стариной на фоне непрекращающейся меланхолии депрессии там любила опять же всю жизнь танцевать потанцевала потанцевала и упала без чувств на подушке и она осознавала на самом деле что конец близок и окружающие осознавали что ее время скоро придет и даже парламент ее придворные министры пытались уже настроить связи с сыном покойной Марии Стюарт Яковом Шестым Шотландским в качестве претендента на английский престол и Елизавета действительно наверняка тоже действительно подозревала это и осознавала это ее девизом как говорят было видеть и хранить молчание ее девиз правления не давать вот этих вот прямых указаний все время как-то лаврировать между двух сторон двух крайностей и в январе 1603 года она почувствовала себя все хуже легла не хуже на кровать отказавшись видеть врача и отвернулась к стене и впала в глубокое незабытие из которого уже не вышло как я сказал марте 1603 года последний Стидоров умирает от части картина Долароша хоть это и француз 19 века тем не менее можно также упомянуть в части если пошло на то дело что является на самом деле что скрывается за этим образом королевы девственницы королевы воительницы не побоюсь этого слова она действительно стала таким оплотом английского суверенитета в том плане что она каков ее был путь на престол откровенно говоря непростой даже если не сказать незавидный опала со стороны отца Генриха восьмого опала со стороны сводной сестры Марии Тюдор вечная вечная на протяжении всего управления боязнь за свою жизнь опять же как я уже упоминал папа римский по сути отучил ее от церкви тем самым освободив католиков от собственно клятвы верности монаху и соответственно с этим монахом можно сделать неприятные вещи например заговор против неугодного монаха и по славу католической церкви разумеется и возвращение Англии в католическое лону церкви и вот это вот образ победительницы испанской армады глорианы действительно вот это вот мифической правительницы она создала такой образ оплота истинного абсолютизма английского и если допустим тот же уже по второму кругу пойдем если Людовик 14 тоже известный оплот абсолютизма только во Франции опирался по большей части на армию то абсолютизм Тюдоров в части Елизаветы был был абсолютизм Тюдоров опирался на договор между монахом королем королевой и парламентом а парламент соответственно как представитель народных веяний народных масс соответственно вот этот вот парламент являлся такой промежуточный звеном между королем и его подданными эпоху правления Елизаветы Тюдоров пришел рассвет театрального искусства если допустим до этого даже в средневековье постановки были зачастую в замках где-то там на улицах во время ярмарок то допустим театр глобус допустим одним из основателей и дырлевых поющиков был Уильям Шекспир приблизил эту театральную так скажем традицию именно воспитание традиции театральной постановки школы и атрибутов театра сейчас допустим глобус детища Уильяма Шекспира те же самые подмастерья моряки пересекавшие темзу чтобы смотреть в этом театре очередную комедию Шекспира находили также удовольствие помимо таких возвышенных развлечений в жестокой травле несчастных медведей ссоры собак кровавой казни измен казни также являлись основным развлечением так скажем английского люда и именно в правлении Елизаветы театр занял в Англии особенно в жизни Лондона большое место со времен еще Генриха 7 тут были комедийные труппы но мало было именно постоянных театров круглогодичных публика состоявшая из студентов подмастерьев изучавших студентов изучавших право солдат дворян была достаточно понятливой и серьезной чтобы воспринять как наиболее поэтичные пьесы того же Марло Шекспира или Бена Джонсона и в то же время была довольно довольно симпатизировала кровавым мелодрамам и кровавым зрелищем опять же и Шекспирская Англия предстает перед нами в целом как все звеня Шекспирская Англия предстает перед нами вся звеня стихами и песнями и мы охотно представляем себе как ничтожнейший из подмастерьев какой-нибудь там ну вообще несчастный и обездоленный слово-то забыл или простодушный спаселян того времени сельских жителей играет на виоле или сочиняет какие-то песни поэмы мадригалы но разумеется не стоит преувеличивать поэтичности веселости елизаветинских городов в елизаветинской Англии и для масс жизнь была сурова так же как большинство периодов истории если даже не больше например мы видим у Шекспира бодрых крестьян с покрасневшим носом которые несут мороз ведра с молоком мы видим их руки пострескавшихся от стирки грубого белья и хотя цена зерна поднялась из-за снижения стоимости золота опять же я уже упоминал о революции цены как это испанское награбленное золото повлияло на европейскую экономику просто обрушив цены на все что можно и безработица в деревнях все еще остро ощущается да настолько остро что пришлось ужесточить к концу царствования Елизаветы законодательства бедняка городских жителей впрочем я это публиковал в группе и склайры чье могущество росло часто проявляли суровость в религиозе религиозные преследования были опасны для тех кто хотел независимо мыслить опять же преследования по признаку веры будут актуальны вплоть до не знаю середины 17 века вот когда Вестфальдский мир подпишут в 1648 году тогда это естественно спадет в этом плане и имение как и деревни все еще были самодостаточны и хорошая хозяйка допустим дома леди или вообще фермерша делали все сами от варенья до восковых свечей восковых скорее жировых и вот эта вот склонность поэзии к музыке предполагает довольно прогрессивное еще образование на примере Елизаветы это все не ограничивается например после Винчестера и Итана которые были основаны в 30-х годах 16-го века еще при отце Елизаветы богатые покровители основали новые так называемые паблик скулс публичные школы это регби в 1567 году и Харро в 1590 и в принципе эти школы были бесплатными предназначались для окрестных детей а основатель оплачивал услуги учителей и детское питание и только приезжие из других мест должны были платить за пансион но они почти всегда были детьми крупных помещиков или богатых буржуров и если полистать так книги принадлежавшие мужчинам или женщинам того времени мы найдем там на полях заметки по латыни столь же замечательной изяществом формы и сколько глубиной мысли и можно признать что если сегодня научные методы эффективнее чем во времена елизаветинцев то изящество слога все-таки у елизаветинцев более острого ну ну и в заключении окончательно если так завершая рассказ о династии Тюдора в целом об их правлении то стоит отметить опять же что одним из секретов популярности Тюдора было искусство с которым они льстили островным предрассудком и гордыне своих подданных также правление королей династии и королев династии Тюдоров было сильно но эта сила происходила не от армии и не от ну каких-то репрессивных органов по большей части она опиралась на общественное мнение наеминов фермеров купцов оно завладело духовной властью как раз вовремя в этом плане что не хуже опять же если смотреть пример Генриха восьмого то он не основывал как Лютер или Кальвин отдельно абсолютно новые учения он просто перестал подчиняться папе римскому а католические обряды все вот эти вот традиции таинства по большей части все это сохранилось просто богослужение велось на английском языке и если ты поступал на какую-то службу ты должен был принимать точнее давать клятву верности соответствующую и если вот как раз упоминать о церкви проблема церкви то бытовавшее вот это противостояние между Англией Францией Испанией и Священной Римской Империей под таким тихим наблюдательным контролем папского престола то Тюдоров спасло именно соперничество Габсбургов и Валуа Валуа это французская династия имеется ввиду Благодаря общественности разобщенности точнее Европы Англия смогла осуществить политику баланса сил опять же активно применяющейся Елизаветой обусловленной ее островным положением и состоявшую в том чтобы собирать против наиболее сильной державы континента коалиции и оказывать им поддержку своим богатствам и своим флотам во времена Елизаветы Англия еще не проводит имперскую политику она это только так скажем намечает первые шаги к этому и в 16 веке еще никто не мог представить что территории по ту сторону океана столь вожделенные из-за своих богатств могут однажды стать колониями для ее переселенцев тюдоры опять же уважали парламент будучи парламент как связующее звено между королем и общественным мнением графств городов деревень генрих восьмой воспользовался им чтобы навязать стране религиозную реформу а Елизавета так усердно флиртовала со своим парламентом что это позволило ему поверить свою силу опять же в конце правления Елизаветы парламент осознал таки свою силу и критика действий короны хоть и оставалась почтительной ясно показывала независимость и властность палаты общин и вот это вот необычайное уважение окружавшее Тидоров объясняется как собственными заслугами этой династии так и воспоминаниями о несчастных днях которые предшествовали их воцарению наверное на этом я закончу свой рассказ о династии Тидоров в следующий раз мы поговорим о династии Стюартов представителем которой первым представителем которых являлся Генрих Господи Генрих Яков Первый Английский он же Яков Шестой Шотландский который этот баланс сил начал разрушать а его сынок это все конкретно завершил разрушение баланса сил спасибо за внимание еще увидимся разрушение Продолжение следует...